Всем привет! Есть свежее, очень интересное выступление Алис Вайдель и Кина Хрупала на пресс-конференции по текущей обстановке в Германии, которое я предлагаю сейчас посмотреть. Очень много затронуто вопросов касательно миграции, беженцев, бюджета, энергоресурсов, правительства и даже с оппозицией ЦДУ тоже разобрались. В общем, в описании к видео для вашего удобства будут тайм-коды с самыми интересными и основными моментами. Кстати, не забывайте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу! Добрый день всем вместе! Добро пожаловать на сегодняшнюю пресс-конференцию парламентской группы АТК. После перерыва в работе этого законодательного органа мы видим, что Германия, ведомая светофором, находится в глубоком государственном кризисе и кризисе доверия и на грани государственного банкротства. Правительство Шольца сделало полную противоположность тому, что канцлер обязался сделать под присягой во время своей инаугурации. Оно, как ни одно правительство в послевоенной истории Германии, разрушило благосостояние, нанесло ущерб экономическому тылу и таким образом расплавило и лишило собственности средний класс и средние предприятия средний класс. Ущерб настолько огромен, что частично не подлежит ремонту. Баланс в середине законодательной сессии катастрофический. Миграционный кризис, энергетический кризис, экономический кризис, бюджетный кризис – все это сделано правительством. Безответственная политика светофора, как мы видим, потерпела грандиозный провал и больше не является доступной. Утопии светофора, по мнению Хабека, свободны от реальности. Его реальность катастрофически не удалась. Повсюду хаос. Отказ от атомной энергетики в разгар энергетического кризиса, и в то время как ядерная энергетика переживает возрождение во всем мире. Германия остается единственной развитой страной, не использующей ядерную энергетику. Кроме того, светофор требует от граждан принять закон об экспроприации отоплений и запретить сжигание. Своей опасной и разрушительной энергетической политикой светофор активно разрушает экономическую базу Германии. Программа преобразований – это беспрецедентная кампания по экспроприации и обнищению. Экономика стала источником беспокойства не только в Европе из-за этой безответственной климатической, энергетической и санкционной политики, но и во всем мире для всех промышленно развитых стран. Каждая вторая промышленная кампания и более чем каждый второй работник думают об эмиграции за границу. Более трети крупных предприятий уже находятся в бегах. Массовая неконтролируемая миграция в Германию перегружает не только наши системы социального обеспечения, но и всю страну. Предел нагрузки уже давно превышен. Количество ходатайств о предоставлении убежища в 2023-м уже достигло 300 тысяч в ноябре. Отметка превышена. Пополнение семей там не учитывается, как и один миллион украинцев. Кстати, один миллион украинцев, которые приехали к нам в прошлом году, имеют право на натурализацию в соответствии со светофором со следующего года. И это тоже абсолютно безответственная политика для нас. И все это ведет к массовому социальному отторжению. Пока этот светофор не поймет, что социальное государство и массовая эмиграция несовместимы. Процветание для всех, границ ни для кого не существует. Это просто недоступно. А миграционная политика Германии приводит к новогодним беспорядкам, беспорядкам в бесплатных банях, фестивалям в Эритрее, антисемитским демонстрациям. Разрастающейся клановой преступности, средним двум групповым изнасилованием в день и рождественским ярмаркам под охраной полиции. Мы помним, в 2015-м нам еще объяснили, что границы Германии нельзя защищать. Они слишком длинные, вообще говоря, оперативные. Даже невозможно. Наши внешние границы по сей день не защищены, но каким-то образом наши рождественские ярмарки забиты какими-то конструкторами лего. У нас беспрецедентный в истории рост числа рабочих мест в министерствах. У нас есть дело Хабека Грина. Никто больше не говорит об этом. На самом деле, это была бы отставка. А затем и сам канцлер, который замешан в одном из крупнейших скандалов с налоговым мошенничеством, а именно в скандале Камекс-Варбург, который обошелся налогоплательщикам в десятки миллионов, и где, как известно, следственные комитеты не могут все это раскрыть. И эта сама провозглашенная коалиция прогресса больше не имеет большинства. Только один процент, согласно текущему немецкому тренду, очень довольны светофором. Один процент. 82 процента. 82 процента явно недовольны, и только 20 процентов довольны канцлерам Шольцам. Список можно продолжить. Но, как мы видим здесь, пришло время изменить курс внутри Германии. Это правительство со своей политикой, силовой политикой в отношении большинства населения. Большинство недовольны. 82 процента. Это цифра. 20 процентов рейтингов популярности этого федерального канцлера Олафа Шольца. И пришло время для новых выборов. Потому что мы не можем продолжать в том же духе в течение двух лет. Это правительство ведет эту страну к хаасу. Я благодарю вас. Может быть, все-таки перейдем к пунктам Алисы Вайдель. То, что мы видим сейчас, и это то, что нынешнее правительство и само отрицает, что существует правительственный кризис. У нас нет бюджета на этот год. У нас нет бюджета на следующий год. Вы отрицаете, что эти проблемы вообще существуют в форме правительственного кризиса, так же, как и сама госпожа Эскен говорит, что правительственного кризиса не было. Вы верите в победу над Украиной, так же, как вы верите в углеродную нейтральность. Это причины, по которым мы так же проводим экономическую деиндустриализацию. Мы видим это в настоящее время в энергетическом шоке, который переживает Германия. Это домашнее производство, это экономическая война Хабека, это прекращение импорта из России газа. Это атака на Северный поток, которая никого не интересует, и там больше не требуется никакой разведки. Это остановка атомных электростанций, которую мы неоднократно критиковали. Все это причины, по которым мы видим, что нынешняя промышленность Германии сокращается. Российская экономика, например, продолжает расти. Война на Украине, которую невозможно выиграть, продолжается и в других странах, не только в Европе. Более широкие круги республиканцев США в настоящее время блокируют в Сенате многомиллиардный пакет для Украины и Израиля. И из этого видно, что граждане США также больше не готовы тратить деньги на иностранные войны. Наши граждане тоже. И то, что мы наблюдаем в настоящее время, и это также то, чего мы требуем от этого федерального правительства, и то, что господин Олаф Шольц, канцлер, неоднократно повторял в своей предвыборной кампании требовал, это было уважение. И мы требуем уважения к нашим гражданам, уважения к нашим рабочим, к нашим средним классам, к нашим ремесленникам. И я думаю, что в Германии ожидают этого более 80%, в том числе с точки зрения текущей климатической политики на этой конференции по изменению климата. На этой невыразимой конференции по изменению климата, где вообще не было ничего ощутимого, где были потрачены только деньги. Только с точки зрения приезда тысяч официальных лиц и, соответственно, неправительственных организаций, чего мы там ждем. И то же испытывать. И президент этой конференции ООН по изменению климата, министр промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Джаба, на самом деле хорошо это выразил. Его цитата. «Отказ от ископаемых источников энергии в настоящее время абсолютно невозможен, если мы не хотим вернуться в пещеры». И это как раз то, что нужно. Светофор делает политику для пещерных людей. Мы делаем политику для граждан. Экономия становится возможной. 5,3 миллиард на международное климатическое финансирование, это можно вычеркнуть из 2024-го. 50 миллиардов на фонд климата и преобразований, это можно вычеркнуть. Это против, а также водородная стратегия. У федерального правительства не так уж мало денег. Если вы посмотрите только на бюджеты, то даже за последние несколько лет только этот бюджет увеличился почти на 40% по сравнению с бюджетом пятилетней страны. На 140 миллиардов евро. То, что нам нужно, и это наши требования, в том числе бюджетные, это сокращение расходов, сокращение расходов, облегчение бремени для наших граждан. Большое вам спасибо. Да, хорошо. Итак, представление предоставлено Службой защиты Конституции, ненейтральным органом, возглавляемым членом ГДАЛАР, который, да, и его коллега из ХДС Ван Дервитц также участвует в этом процессе. Служба защиты Конституции стала здесь конституционным врагом. Почему? Потому что АДК находится в структурном невыгодном положении, используя защиту Конституции в конкурентной борьбе политических партий, подвергая эту партию дискриминации, подвергая нас дискриминации. И, соответственно, нас уже и так преследуют политически. И я считаю, что это недостойно демократии, подобной Федеративной Республике Германии. Возможно, все-таки стоит обратиться к господину Ван Дервитцу. Я имею в виду, что вам просто нужно еще раз взглянуть на то, что политически мотивировано. Вы просто должны посмотреть на то, что... Он ведь когда-то был восточным комиссаром по борьбе с оскорблениями, я всегда так его называл. И точно так же, в принципе, он в основном ругал электорат в Саксонии во время избирательной кампании в Бундестаг. Квитанция у него есть. Он не был переизбран. Он был снят с выборов в качестве главного кандидата, а также главного кандидата от ХДС Саксонии. И тогда, конечно, нужно попытаться найти ту демократически узаконенную партию, которая является самой сильной силой в Саксонии, в вопросах, а также на федеральных выборах. С помощью этих уловок, вероятно, можно вернуть себе свой пост или свой избирательный округ. И я имею в виду, что господин Вандервитц не верит всерьез, что предложение в Бундестаге большинством в Бундестаге может привести к запрету ад. Это не демократический дискурс, абсолютно не демократичный и незаконный, то, что делает этот человек. Он даже говорит о том, что тогда персонал должен быть немедленно уволен, что обладатели мандатов должны немедленно уйти из парламента. Это напоминает о мрачных и мрачных временах, которые когда-либо были у нас в истории. Это штази. Это методы штази. Правильно. Отвратительные методы штази. Спасибо господину Ройсу из ЭСЭ. Господин Коппер, вы только что говорили о защите климата. Что это конкретно означает в свете конференции по изменению климата, которую мы сейчас наблюдаем? Вы против отказа от ископаемого топлива и против повышения цен на ископаемое топливо в рамках политики по борьбе с изменением климата? Еще один вопрос к миссис Вайдель. Вы сейчас говорили, в частности, об атомной энергетике. Что вы скажете о проекте политической программы ХДС, где мы видим значительно более жесткую миграционную политику, а также возрождение ядерной энергетики? В какой степени вы здесь снова признаете ад? Я хотел бы начать. Мы, конечно, против увеличения дополнительных затрат, прежде всего затрат на электроэнергию. И это то, что мы сейчас наблюдаем. Прежде всего, вопрос в том, когда уже распределяется столько социальных благ, сколько Германия по всему миру, в том числе в своей стране, распределяется в виде гражданских пособий. Кто на самом деле это делает, должен заплатить. И мы переживаем это. Я сказал это в начале, в деиндустриализации. И да, мы против отказа от ископаемой энергии, потому что это просто невозможно. Мы не сможем обеспечить так называемыми возобновляемыми источниками энергии такую развитую страну, как Германия. Это просто факт. Плюс, если посмотреть на возможности хранения и так далее, так что в будущем, я твердо убежден, что в ближайшие 50-100 лет нам также понадобится газ. Плюс 50 газовых электростанций, это тоже часть выбора, особенно в связи с запланированным поэтапным отказом от атомной энергетики переходной технологией. Обеспечивать энергией Германию. Так что в настоящее время мы строим и планируем построить 50 газовых электростанций, с помощью чего они будут обслуживаться. Откуда будет поступать газ, если мы продолжим проводить эту климатическую политику? Так что эту бессмыслицу и нам нужно преодолеть. Я считаю, что, конечно, нам также нужны хорошие отношения со всем миром, чтобы энергия снова была доступной для нашей промышленности, для нашей экономики. Чтобы наше благосостояние поддерживалось. Оставайтесь. Возможно, это связано с тем, что только что сказал Сена Копала. Так получилось, что федеральное правительство Германии планирует газовые электростанции. Я имею в виду, что это просто гротеск. И с помощью закона о запрете отопления обычные граждане должны отказаться от газового отопления. В то время как федеральное правительство планирует построить 50 новых газовых электростанций. Значит, и там тоже как «пожалуйста». В качестве переходной технологии, в то время как атомные электростанции закрываются, а вовсе не переходной технологии. Германия идет особым путем энергетической политики, которая деиндустриализирует нас. Германии можно было бы сейчас встать и сказать, что эти люди в федеральном правительстве либо не имеют образования, либо слишком глупы. Либо они делают это с намерением сломать хребет Федеративной Республики Германии. Вы можете представить себе это иначе. Есть только эти три варианта, и тогда вы можете выбрать, какой из них вы считаете наиболее вероятным. Я редко видела такую экономическую, экономическую, налогово-финансово-энергетическую политику, которая была бы катастрофической. Это больше не политика регулирования, которая здесь проводится. А теперь вернемся к вашему вопросу. Программа ХДС. Так, так. Конечно, нельзя забывать, что ХДС открыл путь ХСС для правительства светофора. ХДС открыл границы. ХДС вышел из ядерной державы. Я до сих пор помню, что супер-кандидат Маркус Зедер в Баварии был первым, кто захотел выйти из ядерной державы, чем тогда еще более последовательный Меркель-Янд. И теперь, конечно, это так. И я уже высказался по этому поводу сегодня, сегодня утром, что я констатирую, что ХДС не будет поддерживать ядерную энергетику. Очень хорош именно в копировании позиций АТК. Сейчас она занимает позиции АТК, которые мы занимали в течение многих лет. И вот вы можете пройти через всю эту предполагаемую перепрограмму. Но я хочу вам кое-что сказать. Все это обман зрения. Вы понимаете, у вас выборы в Восточной Германии. ХДС здесь отстает. В некоторых случаях он уже отстает от нас на 8-10% пунктов от АТК. И тогда, конечно, сейчас очень хочется взбеситься и занять нашу позицию. Это, конечно, довольно прозрачно, это ясно. Нам просто нужно посмотреть, что делается в федеральных землях, возглавляемых ХДС. В Берлине просто делается остановка депортации. ХДС также постоянно участвует в крупных коалициях. Мы видели это сейчас в Гессине, как партии зеленых. Взгляните на это. Рейнхартсвальд вырубается. Эти прекрасные деревья вырубаются для каких-то витринных мельниц, которые вы там сажаете. Это оскорбление природы. Все это под руководством ХДС. И если вы посмотрите на отчет о пустынях, то это все еще в шлезвик Гольштейне. Это катастрофа. И то, что провозглашает ХДС, никогда не будет воплощено в жизнь. Это просто игра и возня, что вы также спросили меня лично, для меня в высшей степени несерьезно. И этим вы также бросаете песок в глаза людям, гражданам, избирателям, суверену. Потому что вы просто делаете что-то совершенно отличное от того, что вы делаете. И я думаю, что я твердо убежден, что курс ХДС – это лживый курс, который практикуется здесь. Что он не выдержит. И он просто такой, каким его только что описал Тина Группала, более чем понятный. Это Ева Хубер, столичная студия. Вопрос по делу Халембы. Вчера федеральное правление решило обратиться в региональное правление с просьбой провести разбирательство в партийном комитете. Каковы причины этого и какова, по вашему мнению, вероятность того, что это произойдет? Итак, это решение выходит даже за рамки процедуры партийного комитета. Вчера в земельный совет Баварии поступил запрос о возбуждении дела в отношении Гэна Халембы, в отношении партийного комитета и немедленном лишении его членских прав. А теперь давайте посмотрим, как там ведет себя земельный совет Баварии и причины, которые мы обсуждали внутри страны. Конечно, мы также провели внутреннее расследование. И для нас в Федеральном исполнительном совете вчера было единодушно и совершенно ясно, что ГНХ Лембер не может оставаться членом АТК. И я не буду комментировать больше, потому что это внутренняя разведывательная работа. Большое вам спасибо. Итак, насыщенное получилось выступление, есть обоснованные заявления, жесткая критика и некоторые предложения. Так что давайте теперь обсудим все эти моменты, заявления и предложения. Алис Вайдель и Кина Крупола в комментариях под видео. С чем вы согласны или не согласны и почему? Думаю, что вам есть что сказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.